Всем привет, это канал о домашних животных и сегодня поговорим с вами про плюсы и минусы породы шелти. Шелти собака хоть и небольшого роста, рост фолки не превышает 39 сантиметров, но чувствуется в ней сила и неиссякаемая энергия. К тому же эта порода отличается гармоничными пропорциями, изяществом и грациозностью. А за веселый нрав, оптимизм ее предпочитают в качестве питомца многие любители собак. На севере-востоке Шотландии расположены Шетландские острова. Это место не только свидетель исторических событий, но и место появления пастушьих собак шелти. Первоначально у них было другое название туни-дог. Пастухи обязательно содержали при себе этих собак, так как у них была уникальная способность не давать стаду домашних животных разбегаться и теряться во время прогулок. В кратчайшие сроки Шелти удавалось пригнать отбившееся животное в нужное место и следить за тем, чтобы никто не потерялся. Неустанно, обходя стадо, они исправно и добросовестно несли свою службу во время его выпаса. Маленький рост шелти не был преградой для их работы, пока овец было не так много. Но со временем их поголовье стало увеличиваться и маленьким шелти становилось все труднее следить за увеличивающимся количеством животных. Поэтому постепенно пастухи стали предпочитать собак более крупных, которые могли лучше справиться с такими обязанностями. И если бы не поклонники шелти, которым нравились такие качества собаки, как преданность хозяину, активный образ жизни, веселый нрав, может эта порода и не сохранилась бы до нашего времени. Но спасли положение энтузиасты-кинологи, и в начале 20 века порода была официально признана, а ее стандарты должны были соответствовать породе Колли, но в миниатюрных размерах. Кажется, что шелти любит всех окружающих. Своих хозяев, конечно, она выделяет, но также приветливо относится к их друзьям и знакомым. Но если незнакомый человек приближается к хозяину, встречает его настороженно, предупреждая лаем о возможной угрозе. В отличие от многих пород, эти собаки отличаются высоким интеллектом и сообразительностью. Поэтому дрессировать их не составляет труда. Команды собака быстро понимает и выполняет беспрекословно. Если есть желание, хозяева могут научить их нескольким несложным трюкам. Даже если шелти первая собака в семье и у домочадцев нет никакого опыта в содержании животного, проблем возникать не будет. Питомец идеально вольется в коллектив, будет послушным и покладистым. С отсутствием агрессии подружится не только со взрослыми членами семьи, но и с детьми, а также с животными, которые живут на этой территории. Для этой породы играет важную роль социализация именно в самом раннем возрасте. Легко будет научить щенка распознавать, когда требуется показать свои охранные навыки, а когда можно незнакомого человека беспрепятственно впустить в жилище. Есть мнение, что эти собаки очень шумные. Действительно, лают они звонко и громко, ведь их природное назначение охранять и сообщать хозяину о возможной опасности. Но эта проблема решаема, благодаря тому, что шелти очень умны, и достаточно несколько раз объяснить питомцу, что его длительный лай нежелателен, и он будет подавать голос всего лишь несколько раз. Все действия членов семьи эти собаки воспринимают с восторгом и стараются угодить. А если у кого-то плохое настроение, будут преданно находиться рядом, чтобы поддерживать в это тяжелое время. У них редко бывает плохое настроение, и своим веселым нравом могут развеселить окружающих. Прогулки для шелти нужны обязательно, причем желательно, чтобы они сопровождались активными движениями. Благодаря тому, что у представителей породы хорошо развит толчок задних конечностей, они могут без усилий преодолевать большие расстояния, резво бегая. Отрицательные черты породы. Если хозяин шелти хочет, чтобы питомец участвовал в различных выставках, ему следует приобретать собаку, которая бы соответствовала всем стандартам. Например, отклонение в росте всего лишь на 2,5 сантиметра или серый окрас, надломленный хвост или короткая шерсть создадут проблемы при оценке экспертов. Веселый нрав и подвижность собаки могут раздражать людей, которые любят в доме покой и тишину. Внимание к себе эта порода требует большого, и если шелти скучно, то может вести себя дерзко, напакостить или превратиться в лентяя. В детство нужно дрессировать питомца, чтобы он смог встретить незнакомых людей настороженно, а не с присущим ему гостеприимством. Шелти нравится, когда хозяева его обнимают, гладят, играют, уделяют слишком много времени. Но если домочадцы заняты и выражают недовольство, шелти не обижаются, но все же ждут, когда на него обратят внимание. Представители породы очень болезненно переносят какие-либо изменения в жизни. Например, смену хозяев или переезд в другое место. Также тяжело выдерживают шум и суету. У шелти очень хорошо развиты нюх и пастушьи способности. Поэтому во время прогулки нужно следить, чтобы питомец не отправился куда-либо исполнять свои природные обязанности. Эта порода генетически запрограммирована на то, чтобы собирать всех в группы. И если шелти гуляют вместе с другими собаками, они будут стараться с большим рвением собирать их вместе, покусывая лая и рыча. У шелти, как утверждают ветеринары, чаще всего развиваются болезни, связанные со зрением. Прежде всего, это катаракта, дистрофии глазной роговицы. Случаются у них врожденные глухота и вывих локтя. Опасность даже в раннем возрасте представляет рак мочевого пузыря. Линяют шелти сильно, оставляя повсюду свою длинную шерсть. Необходимый уход. Длинную шерсть шелти достаточно расчесывать раз в неделю. Главное, чтобы шерстинки не спутывались, а выпавшие не запутывались и не скатывались. Во время линьки или в теплое время года, когда подшерсток не такой густой, от хозяев требуется дополнительный уход за питомцем, который заключается в том, что его нужно будет чаще купать и расчесывать шерсть более тщательно и чаще. Стричь машинкой или ножницами этого питомца специалисты не советуют, чтобы не произошли гормональные патологии. По стандарту у шелти должно быть 42 зуба и за ними обязательно нужно ухаживать, проверяя их состояние у ветеринара. Если владелец не согласен на длительные прогулки, у него на них не хватает времени, питомец начнет бунтовать, так как для него необходима активность, подвижность и долгий выгул.